Магиана поможет мне провести мини-презентацию. Сначала посмотрим небольшой видеоролик, который мы сняли. Пределы Кремля сегодня. Что вообще для маленького ребенка, для младенца или новорожденного является фундаментом, основой его здоровья? Материнское молоко. Естественно, кормление должно быть материнским. Контакт с родителями, в первую очередь с матерью, кормление грудью. Это, конечно, мама. И это в том числе грудное кормление. Я думаю, что очень важно для ребенка, когда мама с самого начала кормит его грудным молоком. И, естественно, любовь, забота родителей в комплексе дают хорошее молоко, потому что ребенок будет здоровым, крепким иммунитетом. А вы сами кормили грудью? Конечно. Поэтому дети у нас здоровые. У меня сын накончил медакадемию, теперь врач, доктор, хирург. До года и двух месяцев кормила я ребенка, и как-то он и не болел, и ничего. Кормила грудью, ну, да, определенного возраста. Да, кормила грудью. Обеих своей дочери. А роддом как-то влиял на ваше решение о кормлении грудью? Или к вам врачи что-то иное советовали кормлению грудью? Нет, конечно, на предродовых осмотрах были кормитации кормления грудью. Готовилась к кормлению грудью. Мне кажется, что в большей мере зависит от того, потому что, насколько мама сама имеет некое представление, некую базу. В зависимости от этого, будут у нас учить одни или других, но вот там, где действительно имеют это место, где сходятся многие дорожки, это роддом. Медики, мне кажется, они должны в роддоме объяснять, то есть, как это правильно делать. Вот в моем роддоме был специалист по грудному с кормлению. Это и советы мамы, советы свекрови. Для меня это норма, так делали мама, моя бабушка. Конечно, он, как я его учила, дети поступают, как их родители. Как родители учат, так и мой сын, так же он будет своих детей учить. Поэтому все прекрасно. В общем, позитивный такой ролик. Все знают о том, что вы на здоровье. Очень полезно. И получается, что очень хорошо это в теории. И только около 30% мам в нашем государстве докармливают до года. Тогда как фактически, объективно, не могут кормить грудью только 3% мам. Мы говорим о том, проект Монинфест, его миссия направлена на то, чтобы поддерживать, естественно, вскармливание у нас. Причем, поддерживать, скажем так, такими методами, чтобы произошел некий прорыв. То есть не 6% не увеличение, на 6% в несколько лет показатель по грудному спорту. А их нужно увеличивать на 30% и еще 30%. То есть сделать так, чтобы грудь окармливала больше. Цель в аудитории. Так, ну, все-таки, да, вы переключили. Я хотела бы сказать, да, что в обществе сложилось такое мнение о безопасности заменителей грудного молока. То есть это мнение сложилось и благодаря, в том числе и благодаря производителям, которые, как бы, в недобросовестную маркетинговую политику нарушают кодекс Всемирной организации здравоохранения. И, скажем так, и благодаря тому, что нарушено приемство звуководов. Цель в аудитории нашего портала «Комладая мама», члены Всемиры. Здесь я не буду перечислять, вы все это видите. Давайте дальше, Даша. Цель и задача. То есть цель продвижения действий, естественно, вскармливания на практике. Именно очень много просветительских сайтов со статьями, с консультациями специалистов. Я являюсь консультантом ассоциации, консультантом, естественно, вскармливаниями межрегиональными. И, скажем так, мы осуществляем нашу политику и можем влиять на ситуацию только горизонтально, да, то есть как вы или снизу, то есть помогать мамам по сарафанному радио. Они будут узнавать о наших сайтах, контакты горячей книги и прочее, прочее. То есть здесь нам нужно сделать так, чтобы мы могли влиять на эту ситуацию сверху. Ознакомление людей с рисками сквозь москармливания, да, чтобы не относились так спокойно к этим рискам. И задача. Отражаем реальную ситуацию с грудной москармливанием флот при помощи картирования. Расширяем пространство дружелюбного грудного москармливания при помощи добавления объектов, ну, которые являются дружелюбностью. То есть создаем события, продвигающие идеи грудного москармливания, дружелюбную ситуацию в законодательном городе. То есть вот сейчас Олег расскажет о том, как будет это работать. Да, то есть мы создаем некие события, которые, с помощью которых потом можно будет, ну, скажем так, пойти к чиновникам и поговорить с ними о том, что происходит. Ну, собственно говоря, сделали, конечно, работающий сайт. Сайт на пешке «Ровый классик». В принципе, все очень просто. Создаем какие-то видео, видео можно меняться. Далее, в следующий раздел, главная страница, это новости материального мероприятия, тут три колонки. Первая колонка, так называются новости, в которой новости могут быть добавлены на это вознесенные люди, участники, пользователи сайта, зарегистрированные. Также есть мероприятие. То есть нужно будет создать мероприятие. Здесь кнопочка добавить мероприятие. Ну, допустим, какая-то встреча, что-то еще. Какое-то оффлайновое мероприятие можно будет создать, написать его описание, фотографию, пригласить людей. Далее, в третьей колонке есть футбол эскертика. То есть те люди, которые сомневаются, надо ли или нет, они здесь могут, последовательно отвечая на вопросы, объективить, потому что сейчас такая не сделала, еще пошаговые мероприятия. В принципе, вопросы и основные стереотипы, заблуждения на эту тему будут в пошаговом режиме подводить к тому, чтобы вы изменили свое мнение и начали более познакомиться с материалами, размещенными на сайте. Далее, рак, что здесь видно, что вы видите. Далее идет у нас вот раздорный мониторинг. Здесь мы в этом разделе тоже приковыдчили, внесенные в учреждения и организации. То есть это могут быть как учреждения здравоохранения, так и организации, допустим, и хирургические организации, которые занимаются этим делом. Далее, есть раздел специалистов. То есть, собственно, можно будет найти специалистов в своем регионе и добавить информацию о существующем специалисте, который может помочь. Ну и, собственно говоря, карта. На карте ее можно выключить. Отмечаемые объекты, которые должны отразоваться на этой карте. Если право этот объект ввести, там появится списочек об этом объектах, то есть учреждения можно ее выбрать и идти на подробную информацию о самом учреждении. Собственно говоря, информация о полном учреждении должна строиться на основе 10 пунктов, в которых пользователи, посетители размещают информацию об этом учреждении, оставляют информацию и составляется рейтинг. Эти пункты взяты из рекомендации организации здравоохранения, то есть 10 шагов успешного партнерства. То есть это политика БДА, продвижение БДА. То есть работа медицинского учреждения оценивается по 10 критериям и предоставляя информацию об 20 критериях, то есть складывается степень дружелюбности и учреждения другому стороне. Собственно говоря, еще мы физически сделали такой раздел, который должен стать очистительной чертой нашего проекта. Это система мониторинга. По сути говоря, это модераторы, редакторы, активисты сайта, кто будет работать, могут создавать, допустим, какое-то мероприятие, то есть это или акция, или, допустим, объявляется монтой. И рядовые посетители могут в удобной форме при создании этого мероприятия указываются в полях и тип поля, там, допустим, фотография, текстовое описание, или там выбор из каких-то там позиций. И посетители могут по этим параметрам, противопозициями, как добавлять информацию, и эта информация будет прицепляться автоматом к, допустим, каждым учреждениям, или конкретным специалистам, или вообще к любым объектам и записам, к новостям, чтобы потом, в раздрелье мониторинга, можно было нажать на кнопочку «Создать отчет», и, допустим, весь вносить информацию, введенную пользователю, допустим, фотографии стендов о грудном скармливании в вечерних учреждениях. В структурированном виде можно было эти данные сохранить в файл. Ну, очень таким вот образом. То есть, вот этот инвертик, это не отличительный черт, и данного ресурсов. То, что, опять же, это функционал, да, как раз-таки, он позволит продвигать в первую очередь, то, что сейчас актуально для нашего региона, инициативу, то есть, продвижение больниц, желательных ребёнков, инициативу в 8-м и 10-м. Отлично. Спасибо большое. И 5 минут на вопросы. Основная цепь стоит проект «Молодые мамы». Да, мы говорим о «Молодых мамах». Мамах, которые, скажем так, сейчас имеют возможность только общаться на форумах или получать консультацию специалистов. Здесь же, с помощью этого сайта, даются им реальные инструменты для того, чтобы влиять как-то на ситуацию. да, то есть, допустим, отмониторить состояние в городе тех самых, допустим, реклама, недобросовестная реклама, да, то есть, пройтись по клиникам, отфотографировать сцены. То есть, это такая социально активная и гражданские активные, политически подкованные, молодая, как ищущая мама. Мама, которая, вот, допустим, типичный представитель, это будет мама, которая прошла через какие-то проблемы, да, то есть, допустим, она не получила, то есть, 90%, что она не получила поддержки в роддоме, прошла через какие-то трудности, да, нашла информацию, скорее всего, в интернете, и поняла, как это здорово, да, то есть, ей понравилось, и она решила... То есть, ее основная задача не выгнует в скару, не о социальной активности? Она уже, скорее всего, да, то есть, и те мамы, у которых есть проблемы, пойдут скорее получать консультацию куда-то или звонить на горячей линии. Здесь же мама, да, которая в секрете, она действительно очень общительная и действительно очень общима. Такая же, что это социально-активное развлечение? Социально-активное развлечение, да, как бы имеющее как бы социальную значку. достаточно большую... Нет, я пытаюсь смотреть практические ценности данного проекта для конкретно хранящей женщины, которые, в первую очередь, строители хочет решить какие-то свои проблемы. Вот, нет, она решает свои проблемы, то есть, она нацелена только на них и не занимается, скорее всего, на этом сайте какими-то социальными, да, вот этими значимыми проектами. Те мамы, которые решили уже их, а они и решили, да, то есть, им хочется помочь другим, да? Кстати, это будет массив текстовой информации и прочее. Ну, это баллы, да, то есть, так же, как и везде, то есть, например, ну, опять же, и для скептиков, да, то есть, у нас там был вход, как бы, есть, да, то есть, развенчивание неких мифов со ссылками, да, и на иностранные источники, и на русские, это все будет, но скорее здесь будет решаться, то есть, чем именно отличительная особенность, что мамы, да, будут, скажем так, то есть, создавать какое-то движение уже значимое, потому что они и так занимаются этим, они так встречаются, они устраивают там конкурсы, гараж-сейл, какие-то хендмейнг-проекты, я не уверен, что дальше, как бы, достаточно тематических сообществ, существующих, ну, там, да, вот как раз на форумах, это все, вот, да, вот, да, бэби-блоги и прочее, они там просто общаются, здесь же, вот как раз Олег говорил о том, что будет функционал, который позволит провести какие-то инициативы, то есть, допустим, инициативы, давайте создадим базу данных организаций, которые хотят разместить у себя, скажем так, наклейку на двери, дружелюбную группно-мускальную международную инициативу, да, то есть решили, пошли там заместиться, организовали эту инициативу, следующее, давайте посмотрим в роддомах, раздаются ли там бесплатные образцы питания, да, бесплатные образцы питания, мамы, у которых есть подруги, просят их там, которые там, в роддомах, собираются, или уже находятся, то есть, это инструменты организации социальной активности, социальной активности, да, публикация новостей, публикация информации о, да, публикация информации об учреждениях и о людях, это права одного доступа? Другой доступ можно сделать распределен, то есть, существуют модераторы, существуют просто пользователи, существуют администраторы, просто я вот так думал, что в роддомах, как такой многопользовательский блок, насколько мы выдержали себя, то есть, занятие я не уверен, я не уверен, вы благодарны, за это нормально. И последний вопрос тогда. Да, я, может быть, не слышала, вы будете понимать только вот эту горизонтальную активность, Нет, в том-то и дело, что горизонтальной активности уже много, и на нее вопрос можно о том, что мы говорим о том, что нет сейчас инструмента, который мог бы позволить вот собрать эту базу, сделать отчет и пойти в общественную палату, или обратиться, прийти к главврачу, или написать хотя бы на электронную почту, то, что у нас сейчас в открытом доступе, то есть, достучаться именно как бы сверху, до чиновников медицины. Ну, это не самое интересное. Ну, понятно. И есть ли какое-то сотрудничество с организациями с семейными, коммерческими, общественными, которые служат, созданы для этих целей? Вот межрегиональная общественная организация КЕФ, к которой принадлежу, она имеет более 200 человек в России и странах Сангрии в каждом большом городе, то есть по КРО есть по 3-4 человека, которые только этим фактически это и есть их рост деятельности, они пропагандуют и поощряют да, в этом скармане именно в этом городе. все. Продолжение следует... Продолжение следует...